В Миасе мужчина за рулем легковушки решил пойти на обгон в том месте, где дорога шла на изгиб, и автомобиль заехал прямо под газель. От столкновения машина превратилась в груду металла. Об этом и других ДТП в обзоре нашего корреспондента. Все произошло вечером на трассе Миас-Златоуст. Водитель на Деюнексии пошел на обгон, но не успел увернуться от газели на встречной полосе. От столкновения машину смяло. 63-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Медики госпитализировали двух детей. Одному 5, другому 12 лет. Известно, что до этого лихач не раз привлекался к ответственности за превышение скорости. А на автодороге Чебаркуль-Магнитогорск 28-летний водитель иномарки уснул за рулем. В итоге машина вылетела в кювет и на большой скорости влетела в забор. От полученных травм его 37-летняя пассажирка скончалась в больнице. Эта легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель не справился с управлением и не смог удержаться на дороге. Медики пытались спасти жизнь 62-летней спутницы водителя, но все попытки оказались тщетны. А на пересечении улицы Чечери на университетской набережной лихачно огромной скорости влетел в машину. Удар был такой силы, что автомобиль налетел на ограждение, а затем перевернулся. К счастью, никто из водителей серьезно не пострадал. 18-летний водитель без прав решил прокатиться по ночному городу и врезался в столб электропередач на Комсомольском проспекте. Врачи госпитализировали 20-летнего пассажира. Походу мальчишку, какого-то отходил, сажал, а может не было. Ой, ужас. На пересечении улиц Косарева и Островского не поделили дорогу два автомобиля. От удара отечественная легковушка перевернулась на бок. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. А на этих кадрах водитель дорогого внедорожника решил прижаться к другому автомобилю. Офигею от наглости некоторых водителей. Пошоркась, пошоркась. Мамочки, что делать? Я вообще не знаю. На место приехали стражи закона и составили протокол. Только вот сам водитель отрицает вину в ДТП. На Краснопольском проспекте произошло очередное ДТП с мотоциклистом. Лежащий посреди перекрестка байк засняли очевидцы. По предварительным данным, мотоциклист жив. Ему потребовалась помощь медиков. На улице Воровского водитель на Тойоте врезался в Шевроле. От удара машина отлетела в сторону и столкнулась с Ладой. К счастью, помощь медиков никому не понадобилась. На трассе М-5 у фуры лопнуло колесо. Водитель потерял управление и врезался в ограждение. От удара кабина перевернулась, а весь груз рассыпался по дороге. А челябинец решил преподнести подарок чиновникам. Он принес разбитую покрышку к зданию областного министерства дорожного хозяйства. «Хочу подарить ему непосредственно виновнику торжества». Мужчина оставил на автомобильной покрышке послание с датой и адресом места, где наткнулся на дорожную яму, а также надпись «Спасибо за дороги». А этот автомобилист решил порадовать родных и близких и украсил всю машину воздушными шарами. «У кого-то сегодня огромный праздник!» А этот автомобилист решил порадовать родных и близких и украсил всю машину воздушными шарами.